Вот уже более 10 лет в нашем городе проводится всекубанский турнир по футболу на Кубок губернатора Краснодарского края среди дворовых команд. В этом году он стартовал в начале июня. Сейчас проходят финальные игры. Какие команды встретились на игровом поединке, расскажут наши корреспонденты. Гол-гол-гол! Россия чемпионка! Чемпионка! Победители зональных соревнований по футболу среди дворовых команд собрались на минувшей неделе на стадионе спортивной школы «Виктория». Более 200 мальчишек и девчонок из 12 муниципальных образований края приехали в Славинск-на-Кубани для того, чтобы встретиться с соперниками и принять участие в любимой игре. «Принимают участие в финале шесть дворовых команд и шесть команд детской и университетной спортивной школы. Это ребята возраста 12-13 лет. Это ребята, которые прошли три этапа этих соревнований. Это были на уровне муниципальных поселений, муниципальных образований. Предварительно сегодня финальное соревнование». Футбол – это, безусловно, вид спорта номер один. Еще с малых лет многие мальчишки гоняют мяч во дворе и мечтают быть похожими на своих кумиров, лучших игроков российских и мировых клубов. Дима Дэймон уже более пяти лет играет в футбол и признается, что это далеко не предел. Всю свою жизнь он хочет связать с этим видом спорта. «У меня стремление было к тому, что забивать голы. Основа была на этом. Только забивать голы, получать там призы, кубки, медали, награды, гордость держать». Среди участников турнира есть и представители прекрасной половины человечества. С уверенностью можно сказать, что на футбольном поле они ничем не уступают ребятам. «Да, мне очень нравится футбол. Я очень люблю ходить на свои тренировки. Никогда почти не пропускаю, там только если болею или что-то. И так, да, это почти смысл моей жизни». Собравшихся приветствовал заместитель главы славянского городского поселения Сергей Мащенко и начальник отдела развития массовой физической культуры Министерства физкультуры и спорта Краснодарского края Анна Чижова. Они поблагодарили юных игроков за интерес к футболу и пожелали им честной борьбы и победы. «Соревнования на Куба губернатора Краснодарского края на Кубани уже стали традиционными. Ежегодно более 250 тысяч детей и подростков принимают участие в наших соревнованиях. Уверена, что проведение подобных соревнований будет способствовать в дальнейшем развитию прекрасного вида спорта футбол. «Желаю всем участникам соревнований ярких побед, незабываемых впечатлений, ну и, конечно, пусть победит сильнейший. Поздравляю вас!» После окончания торжественной части был дан старт началу матчей. Было заметно, как сосредоточенно играли ребята, с каким рвением они бросались к мячу, пытаясь забить гол в ворота противника. Ведь каждый из них приехал в Славянск на Кубани с твёрдым намерением победить. Но кому это удастся сделать, станет известно уже очень скоро, после итоговой финальной игры.